Ресурсы ограничены. А спрос – нет. Кажется, времени на дискуссии не осталось. Пора действовать. В Европейском Союзе, как и во всем остальном мире, поднимаются серьезные вопросы о влиянии производства энергии на окружающую среду и о непрерывности энергоснабжения. Такие ископаемые виды топлива, как уголь, нефть и газ, обеспечивают 85% электроэнергии на планете, но их запасы исчерпаемы. В странах Запада около 40% общего потребления электроэнергии приходится на отопление и вентиляцию помещений. Поэтому поиск решений, позволяющих повысить эффективность тепла и холода снабжения помещений на основе общей инфраструктуры, является необходимым условием стабилизации мирового потребления электроэнергии и сокращения загрязнения окружающей среды в будущем. Тем не менее, общая инфраструктура используется пока только в электроснабжении. Координация усилий стран всего мира для разработки устойчивой системы энергоснабжения должна стать приоритетным направлением политики. Продолжение следует... Мы знали эту технологию за 100 лет. Но если вы имеете в виду большого проблем, то вы тоже имеете в виду очень сложную решение. Но это не нуждается здесь. Если вы имеете в виду такие системы, то вы можете решить много проблем, но смотря где мы имеем ресурс и где мы имеем demand, и связь их с пиперами. Это очень прост. Достоинство системы централизованного энергоснабжения заключается в возможности использования различных источников энергии и увеличении эффективности использования возобновляемой энергии за счет экономии на больших объемах. Это наш опыт, что наиболее эффективный способ использования биомассы использования на большом уровне. Это очень удобно использование с пиперами, пиперами, соларных коллекторами и гео-энергоснабжения, если мы можем использовать это на большом уровне, сравнивать индивидуальные решения. Потребители централизованного энергоснабжения среди его преимуществ чаще всего называют удобство, простоту использования и надежность услуг. Большинство систем централизованного энергоснабжения функционируют на уровне четырех девяток надежности, что означает, что услуга доступна на протяжении 99,99% дней в году. Эксплуатационная надежность является отличительной чертой централизованного энергоснабжения. Эксплуатационная надежность в Европе Если Европе говорит о третьей индустриальной революции, когда относится к их цельной энергии, то эта революция требует системы изменения, который только способен проводить систематическим планированием. Последние директивы комиссии ЕС активно поддерживают централизованное тепло- и холодоснабжение. Оно рекомендуется в качестве эффективной и прогрессивной энергосистемы, в частности при разработке новых зон застройки. В настоящее время эти нормы не являются законодательными, а носят только рекомендательный характер. Тем не менее, это шаг в правильном направлении. Продолжение следует... Субтитры создавал ДНР Субтитры создавал ДНР Субтитры создавал ДНР и объяснить, как они будут достигать эти цепи. Это предположит, что, сначала, чтобы подразумевать новые дистрирующиеся и или исправлять existing дистрирующиеся и дистрирующиеся 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 дистрирующиеся. Земля должна продолжать оставаться благоприятным местом для жизни. Будущие поколения должны унаследовать обширные запасы энергии и чистую, полезную для здоровья окружающую среду. Эта система эффективна и экономически целесообразна для населения. Она – правильный выбор по отношению к окружающей среде. В будущем нам нужно изменить свой образ мышления в отношении энергии. И чтобы добиться этого в мировом масштабе, нам, всем, необходимо объединить наши усилия. Субтитры создавал DimaTorzok